Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Здравствуйте, зрители моего канала! Здравствуйте, наши стрельцы! Спасибо вам всем за просмотр, за ваши лайки, за комментарии и за обратную связь. Благодарю! А сейчас, дорогие наши стрельцы, будет ваш второй прогноз на неделю 16 по 22 января этого года. Стрельцы, что у нас тут? Вот, видите, эмоциональное выгорание, может быть, у наших стрельцов, у некоторых. Когда человек уходит, устал эмоционально от какой-то вот ситуации и движение дальше, к лучшему. Итак, общий прогноз для наших стрельцов на неделю с 16 по 22 января. Первая карта. Восьмерка Пентакли. Это карта мастера, когда человек знает своё дело, когда он умеет зарабатывать, когда у человека есть стабильный доход. Видите, вот он работает, чеканит свои Пентакли. Это очень настойчивость у человека есть. Вы молодцы, стрельцы. Трудолюбие. Человек работает, достигает того, чего хочет, зарабатывает. И терпение, труд, всё перетрут. Тут как бы нужно будет поработать, но результат будет. Упорство в достижении цели. Вот такие наши стрельцы на этой неделе. Так, ещё карты. Старший аркан повешенный. Это, конечно же, подвисло какое-то дело, ситуация, остановка в делах. Временная, хочу заметить. Это размышления. Это добровольная жертва. Сейчас расскажу про остановку. То есть, тут, чтобы решить ситуацию, не нужно спешить. Нужно просто посмотреть на вещи под другим углом. Видите, человек подвесился и смотрит. Обычно это помогает. То есть, под другим углом, с другой стороны посмотреть, и решение к вам придёт. Добровольная жертвенность означает, когда человек добровольно чем-то жертвует. Расклад общий у каждого может быть своё. Естественно, можно жертвовать деньгами для учёбы. Можно жертвовать временем для учёбы. Можно тратить много времени для работы, чтобы заработать побольше денег. Можно жертвовать, я не знаю, дома всё убирать, слаживать, уют создавать для уюта. В общем, каждый может жертвовать чем-то своим. Жертвенность у каждого может быть своя. А главный смысл, это посмотрите на вещи под другим углом, и решение придёт. Так, стрельцы, ещё карта для вас. Замечательная карта, самая чуть ли не счастливая в колоде. Туз Пентаклии, это зарождение чего-то нового. Награда, благосостояние, подарок, покупка чего-то стоящего. Карта «Полное удовлетворение в любой из сфер жизни» означает. Благоприятность во всём. Удачный поворот в делах. Ну и, говорила, получение финансовой прибыли приличной или подарка. Новое знакомство тоже возможно, которое может перерасти в надёжные отношения. Ещё карта для наших стрельцов. О, верховная жрица. Кстати, очень редко в раскладах появляется. Верховная жрица – это когда, во-первых, нужно слушать свою интуицию. Также верховная жрица может что-то скрывать, и она не хочет это показывать, рассказывать. То есть, может быть, какой-то скрытый смысл в ситуации в какой-то. Вы чего-то можете не знать. И нужно опираться на свою интуицию и внутреннее чутьё при решении каких-либо задач на этой неделе. Также она указывает, жрица, на образовательный процесс. Если студент, то будете очень хорошо учить... Ну, придётся хорошо выучить все конспекты. Вот так вот. Ну, и тут ещё нужно поискать свои скрытые таланты при решении каких-либо задач. Ещё карта для наших стрельцов. Замечательно. Четвёрка жезлов – это отпуск, процветание, спокойствие. Такой, знаете, фундамент некий, стойкое такое состояние. Может быть, счастливый брак, новая любовь по этой карте, празднование чего-либо. Сбор урожая, то есть что-то заработали, празднуйте в семье. На работе тоже, как и в семье, отличные отношения. В коллективе тоже может быть праздник какой-то, сделку какую-то хорошую. Вот, допустим, отмечаете. Естественно, у кого запланированы романтического характера встречи, то они пройдут хорошо, замечательно. Сейчас, дорогие мои стрельцы, достанем из колоды Таро Ангелов для вас карту совет на эту неделю. Сейчас посмотрим, что карты Таро Ангелов посоветуют нашим стрельцам. Четвёрка жезлов. Четвёрка жезлов. Это та же четвёрка жезлов, которую я только что достала. То есть это уже повторение, значит, сто процентов. Какой-то праздник, сбор урожая, хорошее отношение в семье, что-то празднование. Брак в коллективе, замечательная обстановка. И удовлетворённость и спокойствие. Также изобилие. Если сбор урожая, то, естественно, изобилие. Счастливая домашняя жизнь и успешное завершение дела. Так что это подтверждает. Всё будет хорошо на неделе. Наши дорогие стрельцы, это был ваш Таро Прогноз 16 по 22 января. Спасибо за ваши лайки, просмотры. Всего вам хорошего и до встречи на моём канале. Субтитры сделал DimaTorzok